Добрый день, уважаемые садоводы и огородники! В сегодняшнем видео я хотела бы вам показать тюльпаны. Вот, видите, тюльпан розочка. В прошлом я вам показывала его. Он еще больше распустился. Дальше у меня клематисы. Для клематисов необходимы почвопокровные растения, для того, чтобы их, ну, это полезно для их корня. Вот они, тюльпаны. Я потом вам буду постанавливать свое внимание на клематисах. Они очень красиво цветут. Хочу сначала развести, а потом уже заполнять их почвопокровными, чтобы вся опора была заполнена. Также я вам говорила о своих нарциссах, правда не показывала. Вот, видите, вот здесь находился цветок. Это необходимо обрывать. Там находится семенная коробочка. Для того, чтобы луковица шла, все питание шло в луковицу, эту коробочку необходимо удалять. Ну и внешний вид не так портит. Вот, посмотрите, какой крупный тюльпан. Здесь еще солнышко не пришло, этот пересадник. Поэтому не все тюльпаны распустились. Розочка. Также в прошлом видео я вам показывала ее. Тюльпанчик такой под собственным весом не выдержала. Пригнулась к земле. Примолы. А также та роза, на которой я говорила, что буду всегда останавливаться. После зимнего укрытия поломались у меня ветки. И я воткнула одну из них в землю. Ну вот, как вы видите, она красиво дала пышную листву. Ну вот, что-то мне уже здесь не нравится. Здесь оно уже начинает подсыхать. Не знаю, что будет. Посмотрим. Также еще тюльпанчик. Сейчас мы пойдем к той клумбе, на которой солнышко вы увидите. Вот тюльпаны. Здесь они уже раскрылись. Какие-то еще не распустились. А некоторые уже все отцветают. Также в тюльпанах, которые уже отцветают. Чтобы все питание шло в луковицу. Вот смотрите. Ну он еще, жалко обровать, еще не отцвел. Когда отсветет, вот здесь, примерно на этом уровне, необходимо оторвать будет семенную головку. Отломать. Она легко ломается. Для того, чтобы питание все шло в луковицу. Обязательно. На каждом тюльпане срывать семенные головки. Семена не вызрюют. Питание уйдет. Чтобы луковица была крепкая, надо, чтобы питание шло в нее. Также вот примолы цветут. Хотела бы сказать, что примолы считаются весенними цветами. Но это не совсем так. Они цветут осенью. Они и летом цветут. Они в основном цветут весь период. Пока идет тепло. Вот они. Красота. Также хотела остановить свое внимание, что тюльпаны нужно сажать. А луковицы тюльпанов в основном сажают осенью. Для того, чтобы весной они вас радовали. Вот, кстати. Отсвел тюльпан. Вот она семенная коробочка. Я ее упустила. Вот, смотрите. Я ее сломала. И эту часть мы выбрасываем. Вот так. Значит, осенью высадили луковицу. Сантиметров 10. Глубина луковицы. Весной вас порадует уже тюльпан красивый. Также хочу показать вам. Вот тюльпаны. Видимо, это были детки. Если один листик, значит тюльпан вам в этом году не покажет свой цветок. Он будет в следующем. Луковички нужно подрасти. Примерно в июле луковицы выкапывают. Сушат. Обрабатывают раствором марганцовки. Также подсушивают. Осенью высаживают. Это делают для того, чтобы луковица не мельчала. Я ранее делала такое. С тюльпанами, которые у меня были уже высажены. Но я не скажу, что я замечаю особую разницу. В этом году я этого делать не буду. Посмотрим, что будет. Я считаю, что всегда нужно экспериментировать. Не все стандартные советы являются стандартными. И не для каждого. Вот видите, какие розочки. А вот бахрома какая. Каждый тюльпан красив по-своему. Так что подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Буду рада каждому подписчику. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»